Диагностика Вспоминаю, что диагностика начинается обычно с левой руки. То есть на левой руке расположены представительные зоны тонкого кишечника, печени, желчного, мочевого пузыря и почки. Ну вот, поэтому, ну и сердце. Поэтому, когда вы просматриваете, то обычно ориентируетесь, какая же длина. Обычно делится рука на три части, и нижняя треть будет принадлежать вот этим диагностическим участкам. Если мы берем сразу шесть участков, то наш мозг плохо анализирует, где что болит. Поэтому мы немножко сокращаем. Сокращаем в каком отношении? Я беру точку печени, желчного, почек и одну пустую, следующую точку, для того, чтобы можно было человеку как-то ассоциировать. Если же там звучит ярко выраженная печёночная зона, то однозначно я не трогаю зону тонкого кишечника, только потому, что если печень звучит, то тонкие кишки тоже уже звучат. То есть уже предполагая. А потом, когда мы прошли, предположим, и находим, что представительство почки ярко выражено, а дальше мы можем уточнить по основанию пальца, что же, какая же почка ярче выражена, потому что в данном случае на левой руке это кардиология, здесь точка сердца. А с другой стороны, точка лёгкого. С одной стороны, это нам даёт информацию о том, какая почечная структура более ослаблена, правая или левая, потому что мы с вами уже говорили о том, что левая почка – это в основном сердечные проблемы, вот как у Миши. Правая почка – это лёгочные проблемы, и поэтому, когда здесь есть доминанты ярко выраженные, и поверьте, когда вы будете сталкиваться с пациентами, у которых, предположим, даже воспаление лёгким, то обязательно правая почка звучащая. Если астматик, вы находите проблема патология лёгкого, и тут же правую почку патологичную. То есть, вот существует взаимосвязь, с другой стороны, конечно, может быть, одно действует и на другое. Но, тем не менее, работая с животом, вы обращаете внимание на это, выделяете этому внимание, и тогда, в общем-то, эффект работы нашей более высокий. И вот таким вот образом смотрим, вот какая из этих точек самая чувствительная. И вот я одну точку беру. То есть, получается, что вот в данном случае, Синжан, печёночка звучит больше, ярче. Теперь мы взяли здесь, здесь, здесь и здесь. Здесь как-то поменьше на этой руке. А вот здесь? Вот, вот, вот это. Ну и здесь, внизу живота нужно обратить внимание. То есть, здесь более-менее спокойно. Ну и ногтевые пластинки посмотрели, нет ли здесь, вот здесь вот перенесённое воспаление лёгких. То есть, вот это с этой стороны лёгкое, более ослабленное. Теперь смотрите, нет ли поперечных продольных разломов. Вот эти два пальца посредине, это срединный меридиан, они относятся к нервной системе. Так вот, когда стрессы, причём такие запредельные стрессы, которые принесли изменения, скажем так, в брюшном мозге, здесь появляются поперечные разломы, трещины. Ну и вот. И время стресса вы можете определить, зная, что расстояние, время, предположим, роста, 1 мм растёт за 10 дней ногтя. И уже прикинув, сколько, ага, какая там поперечная, какой поперечный разлом, какая длина, сколько времени прошло с момента стресса. Вы уже здесь получаете, получается, как хироман, когда вы начинаете гадать. Продольные трещины? Да. Продольные, продольные трещины чаще всего это связано с невротизацией, и с отпечатками тех же зубов на языке. Ну вот. И посмотрели центр ладошки. Центр ладошки – это вот как раз нервная система, это усталость, это срывы. То есть центр – это то, что нам... Наверное, в суджок, это отношение здесь, в этой точке, наверное, вагус. Это тоже живот. Ну, по крайней мере, здесь вот однозначно. Чем более утомленный человек психологически, тем больше здесь ярко выраженной звучащей точки. Поэтому иногда этими точками можно пользоваться. Когда вы едете в метро, там, в трамвае, взяли, просмотрели, проконтролировали себя. Нашли где-то точечку, предположим, вчера пиво попили, там что-то скушали. Нашли ту же точечку, раз ее размяли, активизируется обмен, то есть гуморальный фактор поменялся, активизация произошла, все, вам легче, вам хорошо. И то же самое здесь. То есть эти точки можно использовать как точки активности. То же самое. И с этой стороны на ноге тоже эти точки можно использовать. То есть вот они, вот эти зоны, вот они изнутри. То есть если мы возьмем, вот они, зоны, вот оттуда. Вот эти точки. Изнутри, да. Со стороны, как бы, спины. Вот оттуда. Да, по надкоснице, вот отсюда. Если вы не знаете восточной рефлексотерапии, вы можете, сигареты, простой, кто-то там раскурил, вы взяли эту точку, погрели. Нет, болдырь ни в коем случае делать не надо. Перестимуляция произойдет. Просто ее прогрели до приятного тепла, до покраснения. И уже орган, это причем нужно, это очень мощные точки управления. Такая же точка и на ноге. И если вы хотите помочь максимально человеку, у вас, предположим, нет времени достаточного. Вы отработали живот, там чуть-чуть по представительным зонам. А потом взяли и здесь погрели, и на ноге погрели. Тогда эффект, пациент тут же лежит, он чувствует эти ощущения. То есть, как у него вдруг что-то, почка, вдруг напряжение было, там какое-то, которое сохранялось, вдруг произошло расслабление, и что-то непонятное произошло с ними. То есть, вот эти механизмы, их нужно помнить, они работают в самом деле. И просто, чем больше у вас знаний разных, но вот еще раз напоминаю, эти точечки, их можно активно использовать во всех своих процедурах, но не перестимулирует тоже. А то, если где-то болдырь сформировался, он может, наоборот, вместо того, что нужного состояния, замкнуть желчный пузырь. И тогда тошнота, головные боли, боли в суставах, ни с того, ни с сего. Казалось бы, вот это, работали, все здорово, там все хорошо шло, 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 и решили, так сказать, простимулировать. Простимулировали, перестимуляция, и вместо этого вдруг суставы заболели, затошнило, рвота, головная боль, вплоть до эписидрома. То есть это вот то, что можно вызвать с помощью желчного пузыря. Ну и плюс еще, если в желчном пузыре присутствует какой-то предмет, скажем так, камешек, не тот предмет, который вы проглотили, а тот, который сформировался, то тогда, сокращаясь желчный пузырь, вызовет еще истинокардийский синдром. Вот такая вот маленькая особенность.